Ломать без сожаления. В Сургуте продолжают сносить расселённые деревяшки. Совсем скоро с карты города, например, сотрут дом номер 30 по улице Артёма. Вслед за ним ещё три его аварийных соседа. Их планируют убрать до конца этого года. Этой деревяшке страшно представить. 54 года в ней выросло не одно поколение сургутян. Исабек Сулейманов, во всяком случае, все семейные даты связывает именно с этой трёшкой на втором этаже. Квартира, говорит, была тёплой и родной. Но расставаться с таким прошлым сургутянину не жалко. Теперь он живёт неподалёку, только в многоэтажке с ровными полами и стенами, а ещё хорошим ремонтом. Довольны были все, по-моему, все, которые знакомы, спрашивали. Все довольны были. Нормальная цена, так думали. А на сколько покупали полностью? Эту деревяшку? Нет, я ни копейки не давал. Мне же с работы дали в 89-м году. Я ни копейки не давал. Всего в Сургуте до конца года снесут в общей сложности 44 аварийные деревяшки. С карты города уже исчезли 29 домов. До конца года власти планируют зачистить ещё 15 адресов. А это ни много ни мало 13 тысяч квадратов непригодного жилья. Только на снос в этом году администрация направила 15 миллионов рублей. Чтобы снести дом, необходим проект организации сноса. Это непростая процедура. Администрация проводит аукцион, выбирают подрядчика, кто разработает этот проект. Здесь же будет рассчитана смета на снос. Техника безопасности. Это на первом месте. Огородили, снесли всё это по схеме. Вывезли, завезли песок, отсыпали, спланировали. Только после этого структура от администрации, кто занимается этими вопросами, подписывает так. Вообще же в этом году расселить в Сургуте смогут рекордно большое количество семей. Переводя в привычные для этой темы метры, это 27 тысяч квадратов. Большая часть сургутян из числа очередников уже переехала в благоустроенные квартиры. Это и новостройки, если говорить о социальном найме, и вторичка, а в некоторых случаях даже переезд на большую землю. Право выбора жилья остаётся за жителями, которым компенсировали затраты деньгами. Деньги были выделены на приобретение квартир и на выплату возмещения собственникам. В связи с тем, что квартиры на сегодня приобретаются не в том формате, который бы хотелось, чтобы эти деньги были оприходованы, было предложено направить их на выплату собственникам. Поэтому дополнительно 300 миллионов выделено, и сейчас идёт активная выплата гражданам, она ещё продлится до конца года. До конца года сургутские власти намерены отработать это направление максимально эффективно. С одной стороны, уже сейчас идут переговоры с застройщиками, чтобы мэрия могла выкупать жильё для переселения ещё на этапе строительства. Этот механизм называется «Вещь в будущем». Его уже опробовали в этом году. Новый микрорайон под переселение появится в конце следующего. Кроме того, до будущего лета все расселённые деревяшки будут снесены. Что появится на их месте, пока неизвестно, но в администрации обещают, что наполнят эту землю социальными объектами, которых так не хватает городу.